Зоомагазин Умка Собак капает в глаза, чтобы не гноились. Наблюдение за здоровьем животных в числе первоочередных задач. Это касается и новичков. Среди них собака, которую две недели назад нашли на садовом участке в микрорайоне Талица. Дворняжка чем-то напоминает представителя породы Джек Рассел. То есть активная, маленькая. Команды можно научить командам. То есть мы пытались сидеть научить, послушная слушается, садится иногда. Ну, в принципе, в квартиру подойдет. А эту четырехмесячную дворняжку по кличке Керри волонтеры тоже подобрали на улице и привезли в приют. Вскоре пристроили в хорошие руки, но через два дня из-за аллергии одного из членов семьи питомицу вернули. Теперь для собаки-добровольца снова ищут дом. Любит играть с верстниками, кушает вкусняшки, играет с игрушечками. Очень такая ручная, ласковая девочка веселая. Подойдет как в квартиру, так и в дом. Питомец по кличке Рис тоже не впервые оказывается в приюте. Попал сюда еще щенком. Хозяев ему нашли, но через три года они продали частный дом и переехали в квартиру, вернув собаку волонтерам. Здесь пес уже успел получить шрам на морде после того, как подрался с кем-то из четвероногих. Но это не со зла, говорят добровольцы. Пристраиваем мы его в частный дом для проживания в вольере или в будочке. Хороший охранник. Сам по себе пес очень уравновешенный. Не пустолайка, не скандалист. По попусу драки не затевает, но охраняет свое место. В Перворайском приюте почти 200 собак. Чтобы им было комфортнее в дальнейшем, волонтеры готовятся уже сейчас. Привезли доски, например, для ремонта будок. В основном будочки ремонтировать нужно. То есть они выходят из строя, грызут собаки. Вот, постепенно все это разваливается. Вот, это нужно всегда поддерживать. Опять же, вот, дрова перепилить. Очень важная задача. Вот, на зиму, чтобы было чем согреться собачкам. Еще приюту нужны корма и крупы. Рисовая и гречневая. Из них варят каши для щенков. Сейчас их в приюте порядка трех десятков. И у каждого хороший аппетит.